Здравствуйте, я Люба алкоголик, зависимая. Любовь, повар-технолог, замужем в реабилитационном центре в третий раз. Я уже не получаю этого кайфа, который был. Выпивала, потом просыпалась часа 4-5 уже не в здоровом виде. Уже все тряслось, ливер тресся, руки тряслись. Ждала 9 часов и сразу в магазин. Как бы вот этот марафон, меня уже все, я уже просто устала от этого всего. Сколько по времени длится ваш марафон? Вообще мой марафон длится практически полжизни. От таких марафонов люди лечатся всю жизнь. В этом Барнаульском реабилитационном центре каждый месяц поступает до 20 зависимых. По статистике женщин около 20% от общего числа заболеваемых. Половине пациентов от 40 до 49 лет. 41% моложе им от 20 до 39 лет. Признают себя алкоголиком не все. Это целый шаг, как и обращение за помощью. В течение трех-пяти дней купировать абстинентный синдром можно. Но если человек не пройдет реабилитацию после этого, можно сказать, что он буквально сразу же вернется к тому, от чего ушел. То есть продолжит дальше пить. А вот реабилитация – это работа с психологом. Это многофакторное воздействие на пациента. Такое лечение предоставляют в специализированных реабилитационных центрах. Длится оно 45 дней. Родственников тоже не оставляют в стороне. Их называют всозависимыми и устраивают для них встречи. Академик Менделевич, он написал в свое время в своей монографии о том, что алкоголик – это человек, который должен быть пьян-пьян-пьян, затем мертв. Это его естественный ход событий. И если алкоголик идет напротивоестественное для себя состояние трезвости, он должен быть, если трезв, то счастлив. Иначе, если алкоголик трезв и несчастен, пить он будет. Он будет принимать алкоголь как лекарство от жизни, как анальгин от зубной боли. Быть счастливым – это навык, так же, как и быть несчастным, считает психолог. И если специалисты могут помочь выйти из состояния опьянения, то сделать себя счастливым, будучи трезвым, человек должен сам. Здравствуйте, меня зовут Борис, я алкоголик. Привет, Борис. С вашего разрешения я проведу наше собрание. Например, Ирина посещает общество анонимных алкоголиков каждую неделю. Это ее вторая семья. Высшие сел – это вот эти ребята, это вот программы, это вот люди, которые мне помогают. Я пошла на следующий день к своим анонимным алкоголикам и начала на равных выздоравливать. Я же знала, что я хочу во что бы то ни стало остаться трезвой. А они точно знают, как это нужно делать. Сколько вы уже не пьете? Так будет, ну вот почти восемь лет. Без срывов, да. А во избежание алкоголизма эксперты советуют не употреблять алкогольные напитки. Кстати, по словам специалистов, в Алтайском крае в последние годы снижается количество зависимых от алкоголя. Давайте начнем нашу встречу с минуты молчания. Вспомним о том, что нас объединяет, и о тех, кто еще не знает о нас, кто ищет дорогу к нам. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком.